Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы думали, что время iPhone 5s и iPhone 6 подходит к концу, а iOS 12 5.5 была последним апдейтом, но не тут-то было. Купертирницы продолжают усовершенствовать iOS 12, как это звучит, не странно, и внезапно выпустили iOS 12 5.6 с исправлением ошибок. Друзья, если вы обычно пропускаете минорные обновления iOS из-за отсутствия новых функций, то это точно вы должны установить, так как в iOS 12 5.6 устранили проблему с безопасностью операционной системы. Не думаю, что Apple что-то испортит в iOS 12 5.6, так как ломать больше нечего. А если вы уже успели накатить iOS 12 5.6 и заметили проблему, дайте об этом знать в комментариях. Ну что ж, давайте посмотрим, что нового в iOS 12 5.6 и зачем её нужно устанавливать. Буду благодарен, если подпишетесь на мой канал, поддержите меня лайком. Ну что ж, поехали! Хотите скачать новый iOS 12 5.6 на свой старенький iPhone в надежде найти новые функции? Можете даже на это и не рассчитывать. Понять, что новая прошивка направлена на исправление ошибок, можно по её размеру. В зависимости от устройства размер составляет около 200 МБ. Ну а что же такое исправили в iOS 12 5.6? Обновление iOS 12 5.6 устраняет уязвимость в движке WebKit, которое позволяло выполнить произвольный код и даёт хакерам возможность взять устройство под контроль. По официальным данным, Apple известна в таких случаях. Апдейт iOS 12 5.6 могут скачать и установить пользователи iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch 6, оригинальный iPad Air, iPad Mini 2 и iPad Mini 3. Не скажу, что iPhone 5s после установки iOS 12 5.6 стал работать быстрее, но зато в нём исправили и улучшили проблемы по части безопасности. Установить iOS 12 5.6 стоит из-за исправления в системе безопасности, и это основной плюс. Купертино рекомендую всем пользователям старых девайсов обновить свои устройства. Для этого достаточно перейти в настройки, основные, обновление ПО и выполнить загрузку. Ну что же, надеемся на добросовестность разработчиков. Особо также нужно поблагодарить Apple, что не забывает и старается поддержать работоспособность и безопасность старых устройств. Как вы думаете, это последнее обновление iOS 12 или нет? Поделитесь мыслями в комментариях. Лично я уже успел себе накатить новую прошивку iOS 12 5.6, ну и вам советую. Проблем особых не заметил. Если у вас есть какие-то проблемы, дайте об этом знать в комментариях. Вот такая она iOS 12 5.6. Что скажете, друзья? Пожалуй, на этом все. Жмем на колокольчик, ставим лайк. Всем удачи и пока!